Давайте помолимся. Царь небесный, утешитель дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподатель, Принди и вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души наши. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания смысла. Храни нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня 20 января 2019 год. И мы продолжаем изучать пособия для беседы о вере С людьми различных убеждений. Милосердный Господь долго терпелив к грешникам, Ожидая их покаяния, Но при этом не следует забывать, Что, цитирую, Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим И не пощадит противников своих. Книга Пророка Наукма, 1 глава, 2 стих. Когда читаем о гневе или о ярости Божией, Мы должны представлять их не по подобию человеческого возмущения, Но достойно Бога, который чужд всякого возмущения. Под этим мы должны понимать, Что он судья и отмститель за все неправедное в этом мире. Боясь воздаяния, мы должны опасаться делать что-нибудь против его воли. Пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлян. В том, что в мире существует зло, Вины Бога нет. Зло имеет своей причиной грех, Который есть преступление воли Божией, Разумными существами, обладающие свободной волей. Подобно тому, как тьма – это отсутствие света, Так зло – это удаление от Бога. То, что обычно называют злом в физическом мире, Например, болезнь, урожай, наводнение и так далее, Не есть зло в истинном смысле. Такие наказания от Бога, посылаемые человеку, Служат к его духовно-нравственному исправлению, И поэтому заключают в себе силу добра. Зло же в подлинном смысле – это грех, Беззаконие, удаление от Бога. Зло не имеет в себе самостоятельного начала. Оно появилось в мире после отпадения от Бога Части возгордившихся ангелов во главе с Деницей, Которые стали олицетворением всякого зла, Ненависти, вражды, богоборства. Невидимый Бог может проявлять себя и в видимом образе. «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 32 стих. Говорит, например, святой пророк Иоанн Креститель об этом. В Ветхом Завете Господь, Бог, многократно являл себя видимым образом людям, Но при этом каждый раз человек видел Бога не таким, Каков Он есть по своему естеству, Но таким, каким Господь желал открывать себя людям. В дни земной жизни воплотившегося Сына Божия Люди видели Его в образе человеческом, Ибо Он Бог, Господь Иисус Христос, есть Бога-человек. И Бог, и человек. Будучи истинным человеком, Христос имеет такую же плоть, Какую имеют и все люди. Но тот факт, что Христос имеет человеческую плоть, Не означает, что Дух Божий имеет руки, ноги, туловище, голову, глаза, уши и прочее, Относящиеся к человеческому телу. В Священном Писании нередко встречаются выражения, Приписывающие всесовершенному Духу Божию свойства человека. Так, читая Библию, можно подумать, что Бог, Не в смысле Иисус Христос по своему человеческому естеству, А Бог, как всесовершенный Дух, По-человечески видит, слышит, что-то делает руками, ходит, и тому подобное. Все такие выражения следует понимать не буквально, А в переносном смысле, Как и насказания, употребляемые для понимания человеком действий и естества Духа Божия. Так, руки Господа означают Его всемогущество, помощь, защиту, Очи, всеведение, что Бог все видит, Уши, что Он слышит все голоса и звуки, Знает сокровенные помыслы каждого человека и так далее. Святитель Григорий Назианзин так говорит о телесных определениях, Используемых при рассуждении о Боге. По Писанию Бог спит, пробуждается, гневается. Вот в Псалме 43, 24 говорится в стихе «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Псалом 77 «Восстань, Господи, во гневе Твоем, Подвигнись против неистоства врагов Твоих, Пробудись для меня на суд, который Ты заповедовал». Он как будто бы спит, Господи. Так же гневается Господь, как человек, Как бы, написано во Второзаконе 11, 17 «И тогда воспламенится гнев Господа на вас, И заключит он небо, и не будет дождя, И земля не принесет произведений своих, И вы скоро погибнете с доброй земли, Которую Господь дает вам». Далее Господь ходит и имеет престолом херувимов, где-то мы читаем. Прок Исаия 37, 16 «Господи, слава Богу, Божий Израилев, Сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Но разве Бог подвержен немощам? Разве Он есть тело? Ясно, что здесь представлено то, чего нет на самом деле. Соразмеряясь со своими понятиями, мы назвали и божественные словами, взятыми из своего опыта. Когда Бог по известным только Ему, самому причинам, как бы прекращает свою заботу о нас, мы говорим, что Он спит. Когда наоборот, вдруг начинает благодетельствовать, это значит, что Он пробуждается. Он наказывает, а мы говорим, гневается. Он действует то здесь, то там. А по-нашему Он ходит, быстро движется, летает. Обращенность к нам мы называем лицом, даяние и приятие рукою. И так всякая другая Божия сила и всякое другое Божие действие изображены у нас чем-нибудь взятым из опыта человеческого. Для лучшего понимания Бога, как всесовершенного Духа, приведем некоторые высказывания христианских мыслителей, просвещенных от Духа Святого. Преподобный Симеон Новый Богослов, размышляя о непостижимости Божией, пишет «Простой, не имеющий составных частей подобного веществу, все наполняющий, совершенно неизобразимый, невещественный, неописуемый. Ты весь непостижим. Как станем утверждать, что ты восседаешь или на каком престоле, когда в руке ты содержишь небо и землю и все, что под землей? Они твоею же держатся силой. Какой престол вместил бы тебя или какого рода храм? Кто совершенно постигнет тебя? Горе людям и всякой тварной природе, дерзающей исследовать такое в Боге, прежде чем не будет. Она озарена, просвещена, прежде чем не узрит божественных проявлений и не сделается созерцательницей таинств Христовых, которых даже апостол Павел, увидев, совершенно не мог высказать. О самом же Боге он не удостоился ничего большего услышать, постичь или усвоить, кроме того, что он есть сущий Бог всех и Создатель, Творец и Податель всего существующего. Мы же, несчастные, заключенные во тьме и помраченные греховными удовольствиями, не знающие самих себя, погребенные страстями, слепые и мертвые, каким образом бываем одержимы желанием познать истинного, познать истинно сущего, безначального, несозданного Бога, единого, бессмертного и для всех невидимого, и говорим о Боге, как будто знающие, будучи удалены от Него. Ибо если бы соединились с Ним, то никогда не дерзали бы говорить о Нем, видя, что все у Него неизреченно и непостижимо, и не только касающиеся Его самого, но и дел Его в большей части неведомых для всех. Преподобного Симеона, нового богослова, мы находим такую мысль. Сотворив мир, Господь не переменил место и не соединился с созданиями. Если же Он неограничен, то где скажешь, ты находится Он? Отвечаю тебе, ищи Его не телесно, обрети Его мысленно, ища духовно, ты найдешь Его неограниченным, а потому опять нигде, ни внутри, ни вне, хотя и везде, во всем бесстрастно, не слиянно, а потому вне всего, так, как Он прежде всего. По словам святого Василия Великого, подлинно неизреченный и неописанный молниеносный блистание Божьей красоты. Ни слова не может выразить, ни слух вместить. Этот выдающийся христианский мыслитель говорит, «Как велик Бог, какая мера Его, каков Он в сущности?» Подобные вопросы опасны для вопрошающего и затруднительны для вопрошаемого. Лучшее обращение с ними молчание. Святитель Григорий Низский пишет, «Божество не есть что-либо, представляемое в очертании. Напротив, Божеству свойственно быть везде, все проникать и ничем не ограничиваться». Так, ну, может быть, у кого-то возникли вопросы по-прочитанному, может быть, что-то непонятно. Может, кто-то хочет добавить, я не знаю, что-то можно еще добавить. Так, ну, давайте продолжим душеполезное чтение. Итак, следующий подзаголовок «Бог един по существу и троичен в лицах». Давайте разберем это. Священное Писание открывает нам единого Бога, а не множество Богов, в которых веровали язычники. На страницах Святой Библии мы читаем Таразаконие 6.4 «Господь Бог наш, Господь един есть». И еще одна цитата. «Так говорит Господь Бог, царь Израиля и искупитель его, Господь Салаов, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Игорь Пророка Исаия 44.6 «Нет иного Бога, кроме единого». 1 Коринфянам 8.4 «Ветхозаветные праведники с помощью своих пламенных проповедей утверждали богоизбранный народ в истине единства Божия». «В Новом Завете Бога Человека Иисус Христос за свидетельство Господь Бог Наш есть Господь Единый. В православном символе вере, утвержденном на Первом Вселенном Соборе в 325 году мы считаем «Верою во единого Бога». Мы веруем в единого Бога и исповедуем в Нем три лица или три ипостаси. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Эти три лица, то есть три божественные личности образуют Святую Троицу. Все три лица Святой Троицы есть все совершенные божественные личности. Каждая из них обладает разумом, волей, чувствами и другими свойствами личности. Каждая из трех божественных ипостаси обладает всеми божескими совершенствами. Но этими божескими совершенствами все они обладают нераздельно. Поэтому Святая Троица это не три Бога, но один Бог. Чтобы хоть в какой-то степени приблизиться к пониманию Святой Троицы, используют подобия и аналогии взятые из Тварного мира. Например, у Солнца есть диск свет тепло. Но оно не разделяется на части. Круг как бы означает безначального Бога Отца, свет Бога Сына, тепло, Бог Духа Святого. Бога Духа Святого. Другой пример. Богоподобный Дух в человеке имеет разум, волю, чувства, которые, хотя и различны между собою, но однако же все три представляют единую духовную сущность. Лица Святой Троицы находятся в постоянном взаимном общении между собой. Отец пребывает в Сыне и во Святом Духе, Сын во Отце и Святом Духе, Дух Святой во Отце и Сыне. Пресвятая Троица неразделима по существу и не сливаемая в ипостасях. Сынство и Троичность. Она только сама ведает о себе. Одни только божественные ипостаси знают друг друга и друг другом познаются. Триединый Бог есть Дух беспредельный во всех отношениях, иначе все совершенные. Бог, говорит святитель Кирилл Иерусалимский, совершен во всем. Совершен в ведении, совершен в силе, совершен в величии, совершен в предвидении, совершен в благости, совершен в правосудии, совершен в человеколюбии. Итак, мы кратко познакомились с основами христианского учения о Боге. Наша дальнейшая задача, используя современные знания во вселенной, доказать, что Бог, каким он представлен на предыдущих страницах, существует. Итак, следующий подзаголовок «Небо видимое и небо невидимое». Твердь небесная. Слово «небо» встречается на страницах священного писания в различных значениях, существенно отличающихся друг от друга. Прежде всего, в Библии сказано, что Господь Бог создал твердь небесную и утвердил на ней светило. Твердь по-древнееврейски «ракия», что в переводе означает «пространство». Твердь небесная, пространство небесное, или, как говорят ныне, космическое пространство. пространство над наблюдателем, стоящим на Земле, это и воздушная оболочка атмосфера, которая простирается вокруг Земли примерно на тысячу километров в высоту, а также и звездное небо, пространство, в котором движутся бесчисленные небесные тела и тела. Когда в Священном Писании речь идет об атмосферных явлениях и о звездном мире употребляется слово «небо». Например, «небо красно» Матфея 16, 2, «знамение с неба» Лука 11, 16, «звезды на небе» Евреям 11, 12. В первом стихе библейской книги «бытие в начале сотворил Бог небо и землю» Бытие 1, 1. Под словами «небо и земля подразумевается вся вселенная». В понимании древних видимое небо представлялось как свод, который своим нижним краем касался краев земли. Это дало повод Господу Иисусу Христу употребить такие выражения как «от края небес до края их» Матфея 24, 31. «от края земли до края неба» Марка 13, 27. В священном писании часто используются и на сказательные и образные выражения, употребляются они также и для видимого неба. Так, в библейской книге Бытие при писании всемирного потопа бывшего принои говорится, что «окна небесные отворились» «отворились» 7, 11. «Когда сорок дней лился на землю дождь». Видимое небо изображается в библии как шатер или палатка, которые можно раскинуть и свернуть. «Ты, Господи, простираешь небеса как шатер» Псалом 103 2 «Он, Творец, распростел небеса как тонкую ткань и раскинул их как шатер для жилья» Исайя 40 22 «Я, мои руки, говорит Господь, распростер ли небеса, Исайя 45 12 «Видимое небо это не только небесные светила, но и весь космос, вся Вселенная кроме Земли, все, что доступно людям для наблюдения как невооруженным глазом, так и с помощью астрономических приборов, а также и те глубины космоса, о которых люди не знают. Область небесного мира, где пребывает Бог, ангельские чины, духи праведников». Есть многое такое в космосе, чего не способен увидеть человеческий глаз, но не оно бренное относится к небу невидимому, о котором говорит христианство. Небо невидимое небесное, это место обитания Бога, Третье царство, 8,49, возле которого находится воинство небесное, Лука 2,13, ангелы небесные, Матфея 24,36, и духи праведников, Евреям 12,23. Небо невидимое называется на языке церковных понятий небесным. В отличие от него, окружающая человека, видимая Вселенная, есть область земного. Небесное и земное не сливаются друг с другом и являются отличными друг от друга областями бытия. Область небесного занимает первенствующее положение. Небо, где обитают бестелесные существа, недосягаемо для научных методов познания. Никакой телескоп не обнаружит, как, например, ангелы окружают невещественный престол Божий и воздают славу, честь и благодарение Господу. Человеческому уму не понять устройство невидимого неба, которое совершенно отличается от всего материального и вещественного. Поскольку мы, люди, можем воображать себе лишь только то, что существует в пространстве, то вполне естественно, что в нашем человеческом представлении духовное небо выглядит пространством над видимым небом. Священное Писание, которое обращено к человеку, тоже изображает невидимое небо как пространство выше звезд. К тому же в Святой Библии небесные существа представлены в различных вещественных образах. По мысли выдающегося раннехристианского мыслителя святого Дионисия Ариапогита не без основания духовные существа, не имеющие образы и вида, представляются в образах и очертаниях. С одной стороны, человек не может непосредственно возноситься к созерцанию духовных существ, поэтому нуждается в подобиях, заимствованных из вещественного мира. С другой стороны, Священному Писанию, исполненному таинств, весьма прилично скрывать священную и таинственную истину об ангельских чинах под непроницаемыми священными завесами и таким образом соделывать недоступною людям плоским. В своем поучении о небесной иерархии то Дионисий наставляет верующих, чтобы мы не представляли грубо подобно невеждам небесных и богоподобных умных сил ангелов, имеющими много ног и лиц, носящими скотский образ волов или звериный вид львов с изогнутым блювом орлов или с птичьими перьями, рано не ображали бы того, будто на небе находятся огневидные колесницы, вещественные троны, нужные для восседания на них божества, многоцветные кони, военачальники, вооруженные копьями, и многое тому подобное, показанное нам священным писанием под многоразличными таинственными символами. по воззрению древних иудеев существует существует три неба. Первое, на которое поднимаются облака и где бывают молнии, громы, ветры и прочие метеорологические явления. Второе, где движутся небесные светила, и, наконец, третье, где расположен престол Всевышнего. Когда святой апостол Павел говорит о восхищении известного ему человека, скрывая посмиренно мудрю, что этот человек он сам до третьего неба, 2-й каифинам 12-й 2-й то под третьим небом, согласно представлению иудеев, он имеет в виду рай, где Бог открывает свое величие и славу ангелам и угодникам своим. Для достижения невидимого неба человеку требуется не космический корабль, а нравственная чистота и святость. Великое множество праведников, сон прославленных Богом святых уже пребывает на небе, где они удостоились неизлеченного блаженства. Их слава столь велика, что человек, будучи еще в теле, не способен вынести ее. Если бы кто, живя на земле, хотя бы на мгновение вкусил сладость и радость небесной жизни, он растаял бы, как тает воск от огня. Небо невидимо имеет множество названий в священном писании. Рай, Царство Небесное, Царство Божие, Небесное Отечество, Новый Небесный Иерусалим и так далее. Небо невидимое в силу своей непостижимости является для человека объектом не исследования, но веры, надежды, упования. Христос призывает своих последователей собирать себе нетленные сокровища на небе. В потусторонней жизни каждый христианин, который сподобится вечного спасения, будет наслаждаться неизреченными радостью и блаженством на небе. Но без духовного возрождения и освящения никто не сможет зайти на небо. Вопросы по-прочитанному. Следующий подзаголовок «Небеса проповедуют славу Божию, великолепие звездного неба». «И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освящения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю». И стало так. И создал Бог два светильника великие, светила большие для управления днем, и светила меньшие для управления ночью. И звезды, и поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. Светило большее, светило большее, Сережка. Благодарю. Светило большее. Это книга «Бытие», первая глава, с 14 по 18 стих. Мы прочитали. Так Святая Библия описывает «Сотворение Богом небесных светил». Все в этом рассказе понятно даже маленькому ребенку. Какое возвышенное повествование! Нет в нем ни туманной философии, ни каких-либо ограниченных человеческих представлений о вселенной, всегда далеких от истинной картины мироздания. Священное Писание не сообщает, как именно Господь сотворил вселенную, ибо это не по уму человеку. Средитель Феофан Антиохийский говорит, что если бы кто имел даже тысячу уст и тысячу языков и жил бы тысячу лет, все равно и такой человек не смог бы объяснить тайну сотворения мира по причине превосходящего величия и богатства премудрости Божией, явленные при миротворении. Главное, что надо усвоить из этого библейского текста, это то, что вселенная сотворена всемогуществом Божиим и что небесные светила имеют непосредственное отношение к земле. Хотя и многое сокрыто от человека, но не сокрыто от его от него зрелища звездного неба. За это люди должны безмерно благодарить Создателя, ведь небесные светила могли бы быть и ненаблюдаемыми из-за того, например, что всю землю постоянно окутывали бы тучи. Вне всякого сомнения, самое замечательное зрелище, доступное глазу человека, вид звездного неба в безоблачную ночь. Хочется любоваться и любоваться этой неизреченной красотой. Один древний мудрец сказал, что если бы небесные светила были видны только в одном уголке земли, туда стекались бы бесчисленные толпы людей. Вряд ли кому-нибудь надоедается зерцать миллиарды сверкающих звезд. Очень заманчиво зрелище хвостатых комет, а также наблюдения солнечных и лунных затмений. Небо было бы совсем не таким привлекательным, если бы не было луны, лунного света, полнолунных ночей, меняющегося серпа луны. Восходы, движения и заходы на небосводе солнца, луны, звезд, планет. Чередование фас, луны и многое другое вызывали благоговение пред премудростью Бога Творца у многих благочестивых людей. Святой псалмопевец Давид говорит, небеса проповедуют славу Божию. Псалом 18,2. Многие богомудрые христианские светочи проявляли интерес к звездному небу. свидетель Василий Великий в своем знаменитом творении беседы на шестоднев о сотворении мира пишет. О величинах и расстояниях солнца и луны можно многое найти посредством заключений, если кто неповерхностно рассмотрит их действия и силы. И нам нужно искренне признаться в своей немощи, чтобы кто не стал нашим словом измерять величайших созданий, а напротив того, из немногого нами сказанного сам выявил заключение о том, сколь много нами опущено и как оно важно. Для чего Бог сотворил то или иное и следуй, ибо это можно познать, но как и почему сотворил, этого не испытывай, потому что это не подлежит твоему разуму. Дает наставление преподобный Максим Исповедник. По словам святителя Афанасия Великого, взирая на величие неба и рассматривая сложность творения, можно было бы людям познавать и вождя твари. Отчье слово, которое своим о всем промышлением дает, всем дает познавать и отца и для того приводит вселенную в движение, чтобы все через него познавали Бога. Когда ты поднимаешь глаза и видишь красоту, величие и благотворность неба, то стремись отсюда к создателю, как сказал премудрый, от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Мудрость 13.5 из самого создания этих стихий усматривай, какова сила твоего Господа, пишет Святиль Иоанн Залдаус. Проходили века, сменялись одно за другим поколение людей, человек узнал, что по расположению светил на небосводе можно вести календарь, ориентироваться ночью в открытом море или пустыне. Много интересного о видимом небе люди узнали после того, как в 1609 году итальянский ученый Галилея Галилея изобрел телескоп. В 17 веке величайший английский физик Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, согласно которому все тела во Вселенной притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Всемирное тяготение пронизывает всю Вселенную. Для него нет никаких преград. Как бы далеко друг от друга не находились села, между ними всегда действует сила притяжения, которая зависит только от их массы и никак не зависит от других свойств. Почти все движения небесных тел описываются этим законом. В конце XVIII века знаменитый английский астроном Вильям Гершель, направляя телескоп в различные участки Млечного Пути и подсчитывая наблюдаемые при этом звезды, открыл, что звезды расположены здесь не хаотически, но образуют гигантскую звездную систему. Эта звездная система Млечный Путь получила название нашей галактики. Млечный Путь тускло светящаяся на ночном небосводе белесая полоса неправильной формы образованная громадным скоплением слабых звезд. Солнечная система входит в состав Млечного Пути. Вскоре астрономы открыли и другие галактики. Сейчас их известно невообразимое количество. Изобретение метода спектрального анализа в середине 19 века позволило астрономам по спектрам звезд изучать их химический состав и другие свойства. В 20 веке появились новые направления в астрономии. Радиоастрономия, рентгеновская астрономия, гамма-астрономия, нейтринная астрономия. Невооруженным глазом в северном и южном полушариях в темную ночь можно насчитать примерно 6 тысяч звезд. В современные же оптические телескопы можно увидеть миллиарды звезд, а с помощью радиотелескопов возможности в обнаружении звезд еще более возрастают. Мир звезд, он неисчислим. Сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Бытие 15.5 говорит Господь Аврааму. Благоговея перед величием дел Творца, выдающийся русский ученый Ломоносов, стихотворение «Вечернее размышление о Божьем величестве» так написал «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Вященном Писании четвертая книга Тарклова, глава 5 стих. Что кто-то говорил? «Звездам числа нет, бездне дна, звездам». «Звездам числа нет». Но это же стихотворение «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». «Благодарю, да». «Аллилуйя». В Священном Писании четвертая книга Царств 23.5 упоминается о созвездиях. «К настоящему времени все звездное небо насчитывает 88 созвездий. В северном полушарии находится 31 созвездие, в южном полушарии 48, 9 остальных созвездий приходится на оба полушария. Каждое созвездие по-своему красиво, имеет свою неповторимую конфигурацию, отличается от других созвездий, занимаемой площадью, измеряемой в квадратных градусах. Например, хорошо известное каждому из нас еще с детства созвездие Большой Медведицы, самое большое по площади из всех созвездий. В него помимо семи ярких звезд, образующих ковш, входит еще 118 звезд, видимых невооруженным глазом. Говоря вкратце о других созвездиях, можно отметить, что не все из них легко сразу обнаружить, поскольку большинство созвездий состоит из слабых звезд, и только 30 созвездий четко выделяются своими контурами яркими звездами. Самым красивым из всех созвездий признано созвездие Ориона. Созвездие Скорпиона содержит более всего ярких звезд, а именно 12. Даже поверхностный взгляд на небо позволяет сделать вывод, что звезды имеют различный блеск, отличаются они между собой и по цвету. есть звезды желтые, красные, белые, голубоватые и других цветов. Еще во II веке до Рождества Христова древнегреческий астроном Гиппарх вел шкалу звездных величин. Эта шкала основана на восприятии человеческим глазом света, исходящего от звезд. С ростом числа, обозначающего звездную величину, блеск звезд уменьшается. Звезды каждой следующей звездной величины имеют блеск примерно в 2,5 раза меньше, чем звезды предыдущей звездной величины. Так, наблюдаемые в современные телескопы звезды 23 звездной величины имеют блеск в 1 миллиард раз слабее звезд первой звездной величины. Данные астрономов о том, что небесные светила имеют между собой различия, подтверждаются священным писанием, где сказано «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». 1 Коринфянам, 15 глава, 41 стих. Великолепие звездного неба описывается с большим мастерством поэтами и прозаиками. Среди стихотворений на эту тему имеются и такие, в которых глубоко раскрываются религиозно-философские вопросы. Святая Библия уже на первой своей странице дает понять, что роль солнца для поддержания жизни на земле огромна. И это особенно ясно в свете современной науки. За тысячи лет до открытия фотосинтеза Библия знала о связи между солнечным светом и образованием плодов. Второзаконие 33.14 Задолго до появления медицины как науки священному писанию было известно, что солнечные лучи способны причинять вред здоровью человека. Псалом 126 Исайя 49.10 Слово Божие говорит о солнце и в переносном смысле. Так солнцем оно называет самого Господа. Господь Бог есть солнце. Псалом 83.12 Прок Малахия возвещая о пришествии Христа пишет взойдет солнце правды. Малахия 4.2 Сияние лица Христова сравнивается с солнцем и просияло лице его преобразившегося на фаворе Христа как солнце. Матфея 17.2 праведники воссияют как солнце в царстве отца их Матфея 13.43 В своей чистоте церковь Божия светлая как солнце книга Песней 6.10 Солнцем связаны три чуда о которых сообщает Священное Писание Продление дня в Гаваоне Иисус Навин 10.12 Возвращение тени назад на 10 ступеней по ступеням Ахазовым 4.2 Царь 20.11 Помрачение солнца во время распятия Господа Иисуса Христа Евангелие от Луки 23.45 По молитве Иисуса Навина солнце было остановлено то есть прекратило свое видимое движение по небосвоне Только над Гаваоном по всей же остальной земле суточный цикл протекал своим обычным чередом Явно что это было чудо так же как и возвращение тени назад на ступенях Ахазовых Помрачение солнца при распятии Господа тоже не что иное как чудо ибо это случилось во время полнолуния при полнолунии как известно из астрономии не может случиться обыкновенное солнечное затмение Астрономическое положение Земли В средние века на западе шли жаркие споры между католической церковью и представителями естествознания по вопросу о том что движется солнце вокруг земли или земля вращается вокруг оси Спор тот был просто по недоразумению В Святой Библии нет таких бабушкиных сказов что мол земля стоит на трех китах или на слонах черепах и так далее Древние восточные легенды не надо путать с Библией В Священном Писании употребляются такие выражения как восход или заход солнца например солнце знает свой запад Псалом 103 19 но здесь речь идет именно о видимом наблюдаемом нами перемещении дневного светила на небосводе из-за того что в Святой Библии имеются такие привычные всем людям выражения как восход и заход солнца справедливо ли обвинять книгу книг в невежестве говорить о каких-то мнимых противоречиях между христианством и наукой тогда как понятия восход и заход солнца используются в науке прошли уже столетия после Коперника и Галилея сделавших переворот в астрономии в результате чего гелиоцентричная система сменила геоцентричную картину мироздания но до сих пор люди не только невежды но и профессора и академики используют такие выражения как взошло солнце солнце поднимается над горизонтом солнце клонит к западу во всех отрывных календарях указывается на каждый день восход и заход солнца в учебниках астрономии говорится о годовом движении солнца по эклиптике во всех обсерваториях мира на всех кафедрах по астрономии при вузах используются такие астрономические значит научные понятия как прямое восхождение солнца полуденная высота солнца склонение солнца и так далее для выражения видимого перемещения солнца на небесном своде так зачем же тогда все эти обвинения нападки придирки к священному писанию за то что в нем тоже можно найти упоминание о восходе и заходе солнца истинность христианства не зависит от того движется ли или покоится земля цель священного писания научить человека не астрономии не география а тому как спасти душу видимые же творения божий человек способен познавать своим разумом лет 60 назад одному благочестивому старцу с целью подорвать его веру в бога стали говорить что земля вращается убеленные сединами дедушка не сведущий в науке призадумавшись начал рассуждать да что же это такое если земля действительно вращается и мы не ощущаем ее движение и горы и океаны и моря и разные здания все знают свои места то наоборот еще более надо веровать во творца явившего свою великую силу и свой великий ум чтобы создать движущуюся землю но если бы этот мудрый старик понимал кое-что из того что говорит наука об исключительно сложных движениях оси вращения нашей планеты в пространстве о разных там прецессиях и натурациях этой оси облуждании полюсов земли по ее поверхности о многом другом исключительно сложном в этой области то получив все эти знания что подумал бы он о разуме божием создавшем для нас такую прекрасную землю где люди так безопасно чувствуют себя в эпоху зарождения науки для большинства людей было трудно конечно понять что существует необъятная область познания мироздания и что эта область хотя по своей сути не в рождем на религии но лежит по отношению к ней в другой плоскости как говорит Ломоносов не здраво рассудителен математик ежели он хочет божественную волю вымереть циркулем таков же богословия учитель если он думает что по псалтырю научиться можно астрономии или химии и еще одно высказывание Ломоносов толкователи и проповедники священного писания показывают путь к добродетели представляют награждение праведникам наказание законопреступным благополучие жития с волею божию согласного астрономы открывают храм божьей силы и великолепия изыскивают способы ко всему и ко временному нашему блаженству соединенному с благоговением и благодарением ко всемышнему обои общее удостоверяют нас не токма обытии божием но и о несказанных нам его благодеяниях в средние века материализм объявил что установленное галилеем вращение земли вокруг оси и открытое коперником движение земли вокруг солнца триумф материалистического миропонимания неверующие громко возглашали о том что земля обычная рядовая планета ничем особо не отличающаяся от миллиардов планет в космосе но вот прошли столетия наука достигла головокружительных успехов в познании тайн вселенной давайте посмотрим теперь на нашу планету ее место в мироздании с высоты наших сегодняшних знаний вселенной жизнь разумных существ подобных людям возможно только на планетах которые являются в агрегатном отношении твердыми космическими телами но ни у каких других звезд кроме солнца планеты не обнаружены звезды которые украшают ночью небо и образуют галактики раскалены до миллионов градусов и поэтому жизнь на них невозможно большинство известных нам звезд образуют системы из двух двойных трех тройных или более звезд которые описывают свои орбиты вокруг общего центра масс и уже в силу этого таких кратных звезд не могут существовать устойчивые орбиты планет а следовательно не могут существовать и сами планеты на которых могла быть жизнь подавляющая часть вещества вселенной звезды галактические туманности межзвездная среда находится в состоянии плазмы ионизированного газа в котором одинаковая концентрация положительно заряженных ионов отрицательно заряженных электронов плазма существует и в околоземном космосе представляет особую иносферу и солнечный ветер все то что астрофизика обнаружила экспериментально во вселенной за пределами солнечной системы это или плазма или магнитное поле или космические лучи или радиоизлучение или рентгеновское излучение и все это не идет даже в близкое сравнение с тем прекраснейшим азенцем жизни каковым является Земля так что после чтятельных многовековых исследований вселенной ничего не остается другого кроме как сказать да насколько известно современной науке Земля действительно занимает исключительно привилегированное место во вселенной когда-то людям казалось что Земля состоит в центре мироздания к такому выводу они приходили наблюдая видимое движение светил по небосходу в течение суток в средние века эта картина мироздания была развенчана теперь же нам людям конца 20 века со всеми нашими знаниями вселенной не пора ли выдвигать такую картину мироздания чтобы вновь поставить в центре вселенной Землю придавая этому центру если не геометрический то еще гораздо более важный смысл известно например что в любой стране столица является не тот город который расположен на равном удалении от всех окраин государства а тот который в большей степени руководит политическая экономическая научная культурная жизнь страны так и Земля имеющая уникальную цивилизацию планета на которой произошло боговоплощение и где совершится страшный суд не только над человеческим родом но и над согрешившими ангелами по праву должна считаться столицей и центром вселенной итак час прошел пожалуйста можно задавать вопросы то Говорите, Игнать Тихонович, что-то рукой-то может. Я хотел спросить у участников нашей беседы, Содружества, кто живет в Краснодаре, в Воронеже? В Воронеже или где-то вблизи? Никого нет. Найти Сергея там в больнице, поснимать его, чтобы он что-то сказал, оказать ему, он так близок был здесь, поехать с видеоаппаратом туда, с фотоаппаратом и пробраться к нему, если он живой еще. Ну, видимо, нет никого. Волгоград является близко или нет? Это далеко. Вот Марьясова надо найти, он в Краснодаре, это сосед. И кто-то у нас в последнее время тут из Воронежа был. Ну что, нет вопросов. Еще какие-то объявления есть, Игнат Тихонович? Или продолжать будем? Ну, я не знаю. Люди молчат. А может, разошлись уже, никого нету. Да нет, здесь просто, видимо, нет вопросов сегодня. Вопрос такой, нужно ли изучать космос? Вот много средств тратится на то, летай, там посылают космические экспедиции. Но если бы все правительства были верующими, была бы нужда изучать. Достаточно нам священного писания, что в нем сказано. Это же самое говорили, когда стали запускать первые спутники. А представьте, чтобы если тогда вы смотрели только сегодняшним днем, сегодня ни один мобильный телефон не работал бы. Как это выглядело? Интернета бы не было. Мы с вами не говорили. Когда убили этого, лютера Кинга-то, а он перед этим говорил, лезут в космос узнавать, а на Земле порядок не наведут. Это надо делать одинаково, то и другое. Но одно другим, чтобы не истреблялось. Мне пришлось служить в армии в ракетных войсках. Первый год, там, 61-62-й. Когда мы следили, у нас же место называлось Сев. Станция единого времени. Мы первые знали, какой спутник полетел и следили за этим. Казалось, зачем? Такая опасность. А сегодня мы знаем там их. Выйдешь в другой раз. Я вышел ночью, потеряю, как и небо-то ничем не освещается, кроме звездами. Гляжу сразу одновременно, увидал четыре спутника. Четыре. Летят в разных направлениях. Спаси, Христос, все понятно, да. Мы один раз даже испугались. Сели ужинать, там были. А всего было, кажется, два или три человека в лагере. И смотрим, на нас летит все больше, больше, больше. И прямо огромное, прямо низко, как НЛО. Прямо на нас летит. Что это может быть такое? Мы давали молиться. И когда оно уже над нами пролетало, я догадался. Сказали, что с развернутой антенной запустили спутник. И он когда поднялся, и как крылья разворачивал, дальше как метр бывает складной такой, 10 сантиметров, 20-30. И все это светилось, и вращалось, оказалось. Ясно дело, что это не спутник какой-то, а объем-то. А объем, может быть, метров 10-20. Впечатляющая картина. Я слышал из речения, сам не считал, шесть томов Ефрема Сирина. У него сказано, перед самой кончиной мира человек ступит на Луну. Все, давай, Сергей, дальше туда. Смотри, все. Сергей Астахов написал о Сергее парализованном. Прочитайте. Сережа в тяжелом состоянии. Говорят, что вторую операцию будет сделать невозможно. Подключен к аппаратам и не держится давление. Помолитесь. Так, вот у меня который раз, вот я... Не могу сейчас опять сделать демонстрацию экрана. Час проходит, и раз отключаю, а потом вопросов нет. Я хочу подключить демонстрацию экрана, и нет у меня этого в окошке. Что такое, почему... Надо читать... Хотелось бы, чтобы на общем экране был текст. Может, у кого-то есть, в тот раз давали текст, возможно, сделайте. Так... Ну хорошо, тогда давайте без текста слушать и так. Луна самая близкая к земле небесное тело. О луне сказано в Слове Божьем, что Бог создал светило, меньшее для управления ночью, бытие 1.16. Луна находится от Земли на среднем расстоянии, 384-1400 километров. Она меньше Земли по диаметру в 4 раза. Создатель так устроил два светило великие, бытие 1.16, то есть Солнце и Луну, что во сколько раз Луна меньше Солнца по диаметру, примерно во столько же раз она ближе, чем Солнце расположено к Земле. Поэтому оба эти светила в поперечнике кажутся нам одинаковыми. Луна темный, холодный шар. И подобно всем планетам Солнечной системы, она светит, отражая падающий на нее свет от Солнца. Люди уже немало знают о Луне, о этом уникальном небесном теле. Но еще много загадок таит она в себе. Кто привел в движение Луну, никогда не отстающую от своего расписания даже на секундочку? Чтобы математически описать и рассчитать движение Луны, потребовалось не одно столетие напряженных трудов, таких выдающихся умов, как Клеро, Даламбер, Эллер, Пауссон и десятков им подобных математиков. Так могла ли без высшего разума Луна сама прийти в движение? Нет, конечно. Период обращения Луны вокруг своей оси строго совпадает с периодом ее обращения вокруг Земли. Поэтому нам видно всегда только одно полушарие Луны. Каждый раз Луна восходит над горизонтом позже, чем в предыдущие сутки. В среднем на 50 минут. В Святой Библии говорится, что Луна создана, цитирую, для знамений и времен и дней и годов. Бытие 1.14. Он, Господь, сотворил Луну для указания времен. Псалом 103.19. И действительно, Луна такое небесное светило, по которому в Ветхом Завете ввели календарь. Главные праздники народа Божия Пасха и праздник Кущи начинались в день полнолуния. Через каждые 29,5 суток на небе повторяется смена фаз Луны, которые отражают изменение видимого положения Солнца, Земли и Луны в продолжении одного оборота Луны вокруг Земли. Чередование лунных фаз происходит так. После того, как в течение нескольких ночей Луна совсем не показывается на небе, вдруг появляется сперва узкий серпик Луны. Он день за днем растет, становится горбушкой, наступает, как говорят, первая четверть Луны. И через несколько ночей ярко сияет на небе полная Луна, наступает полнолуния. Спустя один-два дня после полнолуния Луна идет на убыль, как говорят в народе, стареет. Через неделю наступает третья четверть, виден светлый полудиск с выпуклостью, обращенной влево. За каждые сутки Луна смещается на небосводе по отношению к звездам на 13 градусов в направлении с запада на восток. Стареющая Луна с каждым днем все ближе подходит в утренние часы к востоку и в конце концов теряется в лучах солнечной зари. Через неделю после третьей четверти наступает новолуния, время, когда Луна совсем не бывает видна на небе. Когда лунный серп напоминает букву С, это старая Луна. Если же мысленно добавив палочку, получаем букву Р. Это растущая Луна. На Луне нет атмосферы и нет воды, и продолжительность лунных как дня, так и ночи равняется двум земным неделям. А отсутствие атмосферы сказывается на том, что на поверхность Луны проникают опасные для живых организмов космические лучи, а также рентгеновское и корпускулярное излучение Солнца. Лунная поверхность подвергается непрестанной бомбардировке потоками метеоритов, которые при наличии атмосферы сгорали бы от трения воздуха. А отсутствие атмосферы отражается также на резком перепаде температуры между днем по солнечной точке плюс 130 градусов Цельсия и ночью минус 170. Поверхность Луны можно наблюдать даже в бинокль. При этом взору человека уже открывается кое-что интересное из лунного рельефа. Святитель Василий Великий писал в своем знаменитом творении беседы на шестоднев. Измеряя Луну не глазом, но рассудком, который при открытии истины гораздо вернее глаз. Луна, как небесная, светила изумительно красиво. Недаром премудрый Соломон использует сравнение «прекрасная, как луна». Луна величественно шествует. Вот книга Иоанн, 31-26. «Создано, чтобы славить Творца». Псалом 148-3. В Ветхом Завете с луной освязано такое чудо, как ее стояние над долиную Иолонскую. Иисус Новин, 10 глава, 12-13 стих. Сергей, текста не видать. Текста не видать. Ничего не могу сделать. А вот появилось. В древности среди язычников было распространено поклонение Луне и как царице небес. Она почиталась богиней Астарта и Уфиникияны Сирийцев. Ее обожествляли, ей поклонялись арабы, египтяне и другие народы. Несмотря на строгое запрещение Моисеева закона. Второзаконие 4.19. Израильтяне тоже временами обожествляли Луну. 4 Царь, 23-5, Иеремия 8-2. Поклонялись и служили Луне. И за это Господь наказывал свой народ. Иеремия 8-1-3. Виновных в этом грехе и делопоклонство подвергали смерти. Книга Второзакония, 17-я глава, с 3 по 6 стихи. Другие планеты Солнечной системы. Солнце и Луна более других небесных светил знакомы людям. Мы видим почти каждый день Солнца и почти каждую ночь Луну. Говоря о Солнечной системе как уникальном, дивном творении Божием, надо хотя бы совсем кратко рассказать и о планетах. Каждая из планет Солнечной системы имеет свои неповторимые особенности. Из всех планет только Землю Господь создал пригодной для жизни человека. Меркурий ближе всех планет расположен к Солнцу. Поэтому на земном небосводе он всегда близок к ослепительному диску Солнца. И дольше, чем на 2 часа после захода Солнца, не задерживается над горизонтом. Венера. Утренняя, она же и вечерняя звезда. Самая яркая светила из всех звездообразных объектов неба. Она окутана сплошным покровом белых облаков. Марс выделяется среди других планет своим красным светом. Атмосфера на этой планете очень разряжена. Даже в небольшой телескоп можно увидеть белые полярные шапки на полюсах Марса. Юпитер. Самая большая планета. Солнечная система в 1300 раз больше по объему, чем Земля. На Юпитере нет смены времен года, поскольку ось его вращения перпендикулярна к плоскости его орбиты. Сатурн. Самая далекая в Солнечной системе планеты, видимая невооруженным глазом. Очень привлекательным является кольцо Сатурна. Уран виден только в телескоп, где он представляется маленьким диском зеленоватого цвета. Эта планета вращается как бы лёжа на боку, ибо ось её вращения направлена к Солнцу. Нептун и Плутон вследствие своего огромного удаления от Солнца, Нептун в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, Плутон в 40 раз, получают совсем мало солнечного тепла и света. На этих планетах царят тьма и очень низкие температуры. Ещё много можно говорить о планетах, о Солнечной системе в целом, но и сказанного уже вполне достаточно, чтобы убедиться, что наша планетная система имеет дивное устройство, и своим происхождением она обязана всемогущему Богу. Ни слепая, ни разумная природа и ни случай не были способны так великолепно создать Солнечную систему. Здесь всё рассчитано согласно точнейшим математическим законам. Например, ещё в 17 веке Кеплер сделал открытие, что радиус-вектор планет за одинаковые промежутки времени описывает равные площади. Второй закон Кеплера или квадраты звёздных периодов обращения двух любых планет относятся как кубы больших полугусей и их орбит. Третий закон Кеплера Творец являет свою неисчерпаемую оригинальность во всех своих созданиях. Он устроил неповторимые, хотя бы по форме, не только каждый лист, но и каждую песчинку на земле. Дивную свою оригинальность Всевышний показывает человеку и в устроении Солнечной системы. И здесь Бог всё сотворил, как говорится, не на одно лицо. Неисчислимы все особенности тел Солнечной системы. Между ними существуют различия во всём. Так, к примеру, Солнце в 330 тысяч раз, а Юпитер в 318 раз больше Земли по массе. А Луна в 81 раз меньше Земли по массе. Каждая планета имеет своё сжатие. У Меркурия и Венеры оно равно нулю. У Земли 1,298. А вот у Юпитера сжатие очень велико. 1,1. Каждая планета имеет своё наклонение орбиты к эллиптике, отличается наклонением экватора к плоскости орбиты, имеет отличную от других планет среднюю плотность. У каждой из них свой период обращения вокруг оси. Планета-гигант Юпитер поворачивается вокруг своей оси лишь за 9 часов 50 минут. А Меркурий, имеющий массу в 16 раз меньше, чем Земля, поворачивается вокруг оси почти за 59 суток. Меркурий, поскольку он ближе всего к Солнцу, имеет самый короткий период обращения вокруг Солнца – 88 суток. А вот Плутон настолько удалён от Солнца, что период его обращения вокруг Солнца составляет 250 лет. Тела Солнечной системы имеют и множество других особенностей. Господь премудростью основал Землю. Славнейший ветхозаветный мудрец Соломон, созерцая окружающее его мироздание, размышляя над его устройством, пришёл к выводу. Господь премудростью основал Землю, небеса утвердил разумом. Книга притчи 3.19 Богодухновенный пророк Иеремия говорит о Боге Творце. Он сотворил Землю силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростёр небеса. Книга пророка Иеремия 10.12 Сколько же дивной, непостижимой премудрости Божией открывается в устройстве нашей планеты. По проекту небесного архитектора, Земля расположена на таком расстоянии от Солнца, что достигающее её количество солнечного света и тепла обеспечивает существование жизни в весьма чудных и разнообразных формах. Если бы это расстояние было хоть немного меньше или больше, чем оно есть в действительности, тогда вследствие избытка или в противоположном случае недостатка тепла не могли бы существовать очень многие представители растительного и животного мира. Земля имеет значительную массу, благодаря чему сила тяжести достаточно для удержания атмосферы и гидросферы, морей и океанов. Но если бы земная сила тяжести была больше по величине, деревья и травы имели бы меньший рост. Всем живым существам труднее было бы передвигаться, каждое тело имело бы больший вес и так далее. Тот факт, что на Земле именно такая величина силы тяжести, именно такая величина напряженности магнитного поля, именно такой химический состав атмосферы, именно в таких пределах изменяется температура воздуха, именно такая продолжительная суток, перечню этому нет конца, все это весьма убедительно говорит о том, что жизнь человека на Земле создана премудростью Божьей. Поразительно, как все в нашем организме взаимосвязано и находится в зависимости от всех физико-химических особенностей нашей планеты. Будь, например, сила тяжести больше, чем она на самом деле есть на Земле, потребовались бы человеку другая конструкция скелета, более крепкие мышцы и, соответственно, больший приток к ним крови с питательными веществами, что в свою очередь должно было бы отразиться на устройстве всей сердечно-сосудистой системы других систем и органов человека. Смог бы тогда вообще действовать организм человека? Ведь сейчас он устроен в идеальном соответствии с оптимальными решениями многих сложных задач механики, того же сопромата, известного инженером из ВУЗа, не говоря уже о других законах физики, химии, биологии. Даже не вникая глубоко в особенности физиологии человека, рассмотрев всего лишь передвижение крови по сосудам, сколько зависимости от силы тяжести можно установить здесь. И это далеко не случайно, что земная атмосфера имеет именно такой химический состав, который необходим для человека. В результате знакомства с химико-физической стороной процесса дыхания и его зависимостью от всех физиологических процессов, происходящих в организме человека, нетрудно понять, что этот организм просто предназначен именно для такого, а не другого состава атмосферы. Это предназначение организма ясно, видно и на уровне конструкции соответствующих органов человека и во всем многообразии сложных биологических процессов, которые в той или иной степени имеют отношение к дыханию. Воздух, которым мы дышим, прозрачен, и поэтому глаз может без помех смотреть через воздух на окружающий мир. Звуки, которые мы слышим, есть колебания частиц воздуха. В соответствии со свойствами окружающего нас воздуха устроены и наши глаза, и наши уши, и наш язык с гортанью, орган речи. Случайно ли все так устроено и взаимосвязано? Если учесть значение атмосферы и для погоды, и для защиты Земли от редных космических лучей, и для полета птиц и насекомых, и для распространения радиоволны и т.д. и т.п., то, конечно же, следует признать во всем этом сверхразумного творца. Говоря о других особенностях целесообразного устройства нашей планеты, укажем, что сравнительно непродолжительные сутки обеспечивают температуру на поверхности планеты в допустимых для живых существ пределах. Причем в экваториальных районах, куда в течение всего года поступает значительное количество солнечной энергии, продолжительность дня и ночи почти одинаковая, и этим самым уменьшается время дневного зной и увеличивается период охлаждения поверхности ночью. Каждые сутки в атмосферу Земли влетают из космического пространства сотни миллионов метеоритов. Если бы атмосфера была менее плотной, то раскаленные при трении воздуха эти космические частицы не успевали бы сгорать и производили бы на Земле бесчисленные пожары. От Солнца непрерывными потоками идут ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, гамма-излучения, которые способны за несколько минут уничтожить все живое на Земле. Однако благодаря атмосфере этого не происходит. Губительные лучи поглощаются слоем озона, находящегося на высоте 20-25 километров. Атмосфера служит также своего рода рубашкой, предохраняющей планету от перегрева днем и переохлаждения ночью. Подобные примеры благоприятных условий, в которых оказалась Земля по замыслу премудрого создателя, можно продолжать без конца. Итак, данный раздел о Солнечной системе подошел к концу. Прочитав его, читатель как бы воочию, в какой-то мере увидел, «Насколько премудро устроена наша планетная система. Мысленно на этих страницах мы побывали в просторах космоса. И это наше знакомство с Солнцем, Луной, планетами должно нас приблизить к их Творцу». Свидетель Иоанн Златоуст писал, «Прекрасно небо, но оно создано для того, чтобы ты воздал поклонение Творцу, светло солнце, но для того, чтобы ты почтил Создателя». Этот же святитель продолжает дальше свою мысль так, если человек останавливает свой взор только на чудесных Божьих творениях и не устремляется очами своего Духа к Богу, для такого человека свет стал тьмою, или лучше сказать, он свет превратил в тьму. Ну, пожалуй, все на сегодня. Вопросы не появились? Давайте помолимся тогда. Достойно есть я кого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Игнать Тихонович, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, Ты показал нам величие Твое, и мы признаем, что Ты есть наш Господин и Хозяин. Благослови наше пребывание здесь на земле, сколько Ты нам назначил. Приготовь встречи с Тобою, чтобы сердце наше было очищено верой в Тебя, праведной жизнью. Благослови болящих наших, брата нашего Сергея, митрополита Илариона, Игумена Кирилла, и всех заповедших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. За все Твои милости и щедроты, явленные к нам и в этот день, мы прославляем Твое могущество. Посети плененных, одиноких, пытаемых детей Твоих. Прими их в обители вечные. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.